Здравствуйте, друзья! 11-я миссия Венома. Операция Кровь и Кара. Тикий океан. Космопорт. Морской путь 3. Берингово море. База Sea Force. Аляска. 21 августа 2012 года. Совместными действиями вооруженных сил России и США при активной поддержке со стороны Sea Force авианосец Киев уничтожен. Командовавший операцией Адмирал Ушаков получает Орден Защитник Земли. 26 августа 2012 года. Завершается модернизация искусственного спутника Земли, предназначенного для антиметеоритной защиты планеты. На спутник устанавливается система наблюдения за поверхностью Земли и лазерное орудие, обладающее возможностью нанесения мощных лазерных ударов по наземным целям. Данные изменения внесены специально для борьбы с последствиями вторжения инопланетных паразитов. Запуск назначен на 30 августа 2012 года. 30 августа 2012 года. Весь персонал космопорта Москорста Айфер-3 инфицируется инопланетным паразитом. Командование Sea Force принимает все меры по предотвращению катастрофы. Всем бойцам раздаем, не забываем, костюм Серафим, потому что это нужно делать в начале каждой миссии. По умолчанию всегда ставится барьер аптечки и аптечки. Ну а дальше все остальное, что хотите. Платформа «Морской старт-3» была построена в эпатриальной области Тихого океана в 2005 году. На протяжении 7 лет с нее было запущено 5 космических кораблей и 8 орбитальных спутников. В последний год на платформе производилась сборка спутника нового поколения «Кар-1». Мощные лучевые пушки, установленные на борту спутника, предназначаются для уничтожения крупных метеоритов, траектория которых проходит сквозь атмосферу Земли. В связи с вторжением инопланетного паразита 15 июня 2012 года было решено модифицировать спутник для возможности нанесения удара по наземным целям. На данный момент персонал космопорта «Морской старт-3» полностью инфицирован инопланетным паразитом. Ваша задача – остановить запуск спутника. Мы повыслали бомбардировщики, чтобы накрыть эту платформу на спутник нужен. Нам Путин не ладен. С его помощью мы сможем оперативно контролировать обстановку на территории всей планеты. Поэтому остановите запуск парней. И еще. В вашем распоряжении будет около 40 минут. Если вы не справитесь, бомбардировщики получат сигнал к атаке. Получат сигнал к атаке. В вашем рюкзаке находится карточка доступа к центральному компьютеру космопорта. Используйте ее для получения кодов доступа к компьютеру топливного отсека и к компьютеру управления ядерным реактором. Следуйте за целеуказателем, чтобы добраться до центрального компьютера. Используйте карту для быстрой навигации. Огонь на поражение. Есть. Несмотря на то, что миссия уже одна из последних, она очень даже легкая, особенно используется с сохранениями. Проблем не вызывает. Но я буду проходить без сохранений. Ребята, на все про все у вас урока. Торопитесь, но не забывайте об осторожности. Помните, весь персонал заражен. Я буду играть без сохранений, чтобы видео не портилось при склейке в редакторе ютуба. Так, нам надо еще наверх, да? Ну давайте до ближайшей лестницы тогда. Подзабыл я чуток этот уровень. Играл вчера. Под пивом. Но помню, что не сложно. Главное не заблудиться просто. Хоть и небольшая эта платформа, по сути, но... Хотя как небольшая? Большая. Так, здесь никого, да? Блядь. Ни хрена себе. У Джокера половина здоровья, как не бывало. Движище срочно аптечки. Ничего себе. Ни хрена себе начало, блин. Начало не акти. Причем досталось почему-то боту. Хотя обычно прилетает в меня. Так, ну ладно. Это помещение мы зачистили, правильно? Зачищаемся. Я слышал крики? Или мне показалось? Я хочу все-таки обобрать трупы. Ладно, все. Эй, напарник. Укрывай. Вас болел. Так, зачищаем следующее. Лайк. Так, все, идем сюда. Тут тоже не хлебом, солью будут встречать. Но они нас, по крайней мере, не видят. Давайте заляжем, возьмем снайперочку. Попробуем в голову снять. Одного снял. Второго снял напарник. Должен быть третий. А, вот дверь открывает. Откуда долбят? Должен быть третий. 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 Так, мне срочно нужен анестезик, срочно. Очень больно. Сволочи, как их много. Напарник 4% здоровья, вот это начало. Напарник, у тебя в течке-то остались? Реаниматор туда же. Начало отвратительное. Все больные, все хромые. Стимулятору не помогает, как я понимаю. Нет, стимулятор помогает. Давайте еще стимулятор сожрем. Все, и продолжаем. Может аптечки будут у кого, друзья? Помогите. О! Нас услышали. Одна аптечка есть. Можно, в принципе, даже не полениться, наверх залезть. Мы наверху там положили пару человек. Так, этих я посмотрел. Я залезу наверх, все-таки проверю, потому что здоровья вообще нет. Начало отвратительное. Здоровья нет, аптечек нет. Начали играть. И уже сами видите, что происходит. Так, а где лестница наверх, объясните мне? Как-то же, можно подняться наверх? Как-то можно, но мне этот способ неведом. Ладно, тогда... В принципе, с этими верхними этажами... Нам сейчас куда? Нам сейчас что надо сделать, значит? Подключите коды доступа из центрального компьютера. Нам надо наверх сейчас залезать. Второй где? Второй вот за этими ящиками. Так, удачно, удачно получилось. Не потеряв здоровье, уничтожили этот патруль. Так, все, нам надо дальше наверх дуть. О, мини-ПК нашли. Получен контейнер с вольфрамовым напылителем. Судя по внешнему виду контейнера, в дороге произошла разгерметизация упаковки. Сейчас я во главе группы экспертов произведу скрытие оболочки. И если груз пострадал, он будет возвращен поставщикам. А мы... Боже, что это? Нет! То есть, вы представляете, чувак открывает конвейер, контейнер, и в это время все это вбивает в свой планшет. То есть, когда на него нападают твари, он пишет вот это все. Да. А где лестница наверх? Мы долго будем вот так вот бегать? В поисках лестницы. Мне нужна лестница наверх, но я ее не вижу. Вот она. Вот она. Вроде никого. Входим. Наша цель не это помещение, а вот это, наверное. Здесь никого. Здесь никого. Это я помню по вчерашнему дню. То есть, нам что, надо еще наверх подниматься? Да, нам надо еще на этаж выше. Только где лестница, черт возьми? Опять мне всю платформу отбегать. Чтоб наверх подняться. Пипец. Опять мне всю платформу отбегать. Я вообще не вижу лестницы. Я вообще не вижу лестницы. Смотрим. Хорошо, что показался этот патруль, потому что просто так бегать здесь неинтересно. Какое-то разнообразие внесли. Я погорячился, конечно, насчет того, что платформа небольшая Хотя по сравнению с открытыми уровнями, конечно, она Небольшая Вот тут вот снайпер Откуда сейчас стреляли по мне? У меня 23% и у этого 24% Да, вчера мне как-то попроще игралось У меня уже ни хрена не осталось здоровья А самое главное, у меня нет аптечек Вот это самая большая проблема Стимулятор сожру Еще раз осмотрю все трупы Нет, это я смотрел Прикрой меня Бот очень неплохо сработал Прикрыл Ну, может быть, внутри теперь будет проще Они, может быть, изнутри все повылазили Из внутренних помещений А нам их сейчас зачищать Я вот на это только рассчитываю Так, осматриваем все вот эти вот комнаты Это каюты, экипажи Так, нашли планшет Так, вот, вот карточку доступа Задача выполнена Мы нашли карточку доступа Следуйте в центр управления И получите коды доступа из центрального компьютера Целеуказатель установлен Так, ноутбук Превышение веса Я не понял, какое превышение Я не подбирать ноутбук не собираюсь Я хотел просто почитать, что внутри Давайте тогда другим Другим напарникам Почитаем содержимое ноутбука Отцерели два контейнера с кремниевыми пластинами Завтра эксперты будут устанавливать Пригоден ли к использованию Хранишься в них материал В случае, если кремний пришел в негодность На этом все обрывается И они пришли чужие Так, туда я пока не пойду Вот, еще один мини-ПК Сегодня на платформу прибыла группа ученых из штата Сифорс Наши профессионалы вместе с ними разработали схему модели лазерной установки Специально предназначены для нанесения ударов по зараженным секторам Опытным путем установлено, что лазерный луч Дальше опять пришли инопланетяне Еще один мини-ПК Достигли больших успехов Модель спутника получила рабочее название ИКР-1 Запрос на начало работ будет отправлен Открывай Выполняю Еще один мини-ПК Считают, что это неправильно По гипотезе профессора Нейка Взрыв спутника при выходе на орбиту возможен по двум причинам Перегрев обшивки вследствие трения Плотные слои атмосферы И самодетонация лазера В результате возникающих при перегрузках вибраций Прям не игра, а анциклопедия Знаем много нового Вот черт Ух, черт, он меня напугал У меня и так здоровья нет Так, у этого уже места нет в рюкзаке Чтобы подобрать даже несчастный анестезик Где анестезик? Он только что здесь лежал Я не понял, друзья Только что был анестезик, он пропал А, анестезик-то в трупе Все правильно Все, подобрали анестезик Можно, в принципе, и скормить его сразу ему Скормили Так, оттуда мы только что пришли Ага Прикрой меня Есть Еще один мини-ПК Закончена работа по установке второй ступени Бригада инженеров и микросварщиков Переброшена на сбор и установку внешнего локатора Очень увлекательно Познавательно Так Тут мы были И вот, собственно, зал, где компьютер находится Который мы должны перепрограммировать, как обычно Мы же знатные хакеры Уходим, уходим, уходим Здоровье ни хрена Я думал Я думал, они все уже подохли То есть, они все выбежали на улицу Давайте сменим позицию Если это вообще работает в этой игре Я не уверен Работает и смена позиции Как не люблю, когда они вот так вот наверху Попасть невозможно Вот Уничтожили Напарник уничтожил Ну что, попробуем Проникнуть Только, скорее всего, это не все Вот теперь, надеюсь, что все Посматриваем тела Мне нужны лекарства Ой-ой-ой У меня 22 У напарника 27 Это совсем мало Это ни о чем Вот этот компьютер Использую центральный компьютер Чтобы получить коды доступа Требуется карточка А, у другого чувака карточка доступа Ага Задача выполнена Вы получили коды доступа Продвигайтесь в топливное отделение Используйте управляющий компьютер Чтобы отключить подачу топлива Следуйте по целеуказателю Так, в топливное отделение Чтобы подключить подачу топлива Вот еще один мини-ПК Я с самого начала был против установки на спутнике Системного ведения на поверхность Земли Потому что, если подобный аппарат попадет в руки террористов Или того хуже паразитов Последствия могут быть просто ужасающими Посему я расторгаю свой контракт С Космик Интернешнл И завтра же прекращаю работу над проектом Так, нам надо вниз Прикрой меня Так, точно Вниз На целых 40 метров Это два этажа вниз Опять ищем лестницу Наверное, опять придется оббегать сейчас Всю платформу Вот этот спутник Засчастный За которого весь сербор Да Опять всю платформу оббегать Ради лестницы Припрыжку скачем по лестнице Так, нам еще на этаж ниже Опять всю платформу оббегать Чтобы спустить еще ниже Э, напарник застрял Освободился А где лестница? Вниз Что-то я не понял Вот она Так, нам Вот куда Ну тут мы, по-моему, уже стрелялись С террористами Так, вот этот компьютер Подача топлива Отключаем Задача выполнена Подача топлива Отключена Продвигайтесь в реакторное отделение Используйте управляющий компьютер Чтобы заглушить реактор Следуйте по целеуказателю Теперь нам нужно на этаж выше В реакторное отделение Заглушите реактор Операция затягивается Командование приняло решение Выслать бомбардировщики Парни, мы не можем эвакуировать вас Если за 20 минут Не предотвратите запуск Мы все поняли Сейчас лишь бы не было сопротивления По идее мы уничтожили большую часть врагов Тут никто не респится в этой игре Потому что здоровья нет Аптечек нет Жрать Блять Жесть И самое главное Что никто В нас ни разу не попали Вы представляете Какое везение Просто жесть Я стрелял на ощупь Потому что врага не видно В темноте Тем более За этим вот решетчатым полом Так Куда нам идти Самое обидное Что мы еще и зашли По моему Не в то А вот Вот этот компьютер Реакторное отделение Вот она Вот реакторы Задача выполнена Реактор заглушен Отлично В армии Бомбардировщик готов Бегите на вертолетную площадку Сейчас приедет команда поддержки Прикройте их Так Нам наверх На вертолетную площадку Лестница наверх Непонятно где Там по моему Вниз лестница Да Вот наверх Все Эвакуируемся Блять Тихо тихо Дружище Драпаем Не надо обращать внимание На этих Раз Дети Откуда он взялся Вроде всех Перепили Блять Здоровье Ни хрена У этого уже 15% У напарника Так Площадка Вертолетная Еще выше надо Нам еще наверх Кстати На самом верху Мы не были Я очень надеюсь Что тут никого нет Да Тут мы перебили Уже всех Осмотрим труп Займите Удобные позиции Команда поддержки Пребудет с минуты на минуту Так Занимаем позиции Сейчас нас будут атаковать Последний финал Но тут всего 2 или 3 человека Нас будут атаковать Отбиться В принципе не сложно Так Двоих сняли Кое-как Кстати В нас тоже Они не попали Закончились А нет Снайперка Есть патроны Есть патроны Что все Я так понял Это все Все Вот теперь точно все Три человека Должны были выскочить Судя по вчерашнему Моему прохождению Этой игры Так А напарник то смотрите У него 15 здоровья Он весь в крови У него и ноги в крови И руки То есть Динамическое отображение Повреждений Все реализовано Смотрите Это ведь не Раскраска костюма Это именно раны его Вот за нами кажется Прилетел вертолет Смотрите какое небо круглое Да Прикольно Вот прилетели за нами О черт Четвертый чувак Я не понял Все Миссия выполнена Убито 92% врагов Найдено 8% вещей Спасибо за внимание Увидимся в 12 серии